Привет, ребят! Новый влог на моём канале спустя неделю. Поздравляю всех с началом весны. Это просто замечательно. Просто замечательно. Я очень этому радуюсь, потому что мне надоела зима, надоел снег, надоели холода. И вообще, я люблю, когда тепло. Какие у меня изменения? О всех моих изменениях наверняка вы уже знаете, кто следит за мной в Инстаграме, в Телеграме. Ссылка оставила в описании. Я там очень часто. Что я сделала? Я сделала ногти. Ну, как бы я их всегда делаю, но просто вот такие я сделала себе ногти. Яркие, розовые. И мне очень нравятся. Также я сделала себе губы. То, чего я хотела, ждала давно. Сегодня уже, по-моему, третий день, как я сделала себе губы. И вчера у меня тут ещё были небольшие синяки. Сейчас их уже, в принципе, особо нет. Вот здесь только вот с этой стороны остался. Ну, может, тут маленький. Ну, короче, суть в том, что уже норм. Прям вообще хорошо. Также я сделала ламинирование бровей. У меня просто тут было два бьюти дня таких. Вчера я ещё сделала педикюр и сходила к врачу. Об этом тоже сейчас расскажу. Ну, не про педикюр. Это не очень интересно. Сделала ламинирование бровей в Smile Studio. Конечно же, мне безумно нравится. Ну, как всегда, я обожаю ламинирование бровей делать именно в Smile Studio. Не знаю, очень классно там делают. И держится долго. Я просто соскучилась по таким своим бровям. И также я начала пользоваться карандашом для бровей. Не знаю, почему я так говорю сейчас в нос. А, я чихнула недавно. Короче, начала пользоваться карандашом для бровей. Обычно я пользовалась тенями. Я вам рассказывала тоже в неделе влогов. Вот такие вот какие-то кики у меня. Ну, норм. Норм тени. А тут, короче, купила себе от Lancome вот такой вот карандаш. Ну, у них там есть разные оттенки. Я взяла вот такой, хотя он немножко темноват. Но, в принципе, на моих бровях выглядит нормально, наверное. Учитывая, что у меня темные волосы в целом. Мне нравится. Без всяких там чего-то там. Здесь есть щеточка. Ну, норм. Ну, очень нравится. Очень хороший. И я, в принципе, просто тенями долго крашу. Потому что обычно тенями я вырисовываю какую-то идеальную форму. А карандашом я просто заполняю какие-то пробелы и делаю форму, чтобы брови выглядели еще круче. А так, видите, в принципе, тут есть, ну, как бы, пробелы специальные волосинки, чтобы было натурально. Ну, это все благодаря ламинированию. Просто нельзя делать часто ламинирование. У меня тут какой-то колтун завелся. Сейчас я буду делать свою любимую прическу в последние дни. И заодно покажу вам, как я ее делаю. Потому что многие спрашивают. Это, на самом деле, очень классная прическа. Особенно она хорошо подходит к вашей голове, если у вас грязные волосы. У меня сегодня не грязная голова. Поэтому, ну, как бы, нет. И так будет хорошо. С чистой еще лучше. Но если, типа, голова не самая свежая, то прямо офигенный вариант сделать такую прическу. На все случаи жизни. Короче, чем мне нравится эта прическа? Тем, что я люблю, вообще-то, когда волосы собраны, когда вот так вот все. Мне нравится, когда открыто лицо. Хотя, казалось бы, раньше вообще ненавидела. Раньше хотела всегда ходить с распущенными. А сейчас я больше люблю какие-то интересности. Не часто, конечно, эти интересности посещают мою голову. В прямом и переносном смысле. Для этой прически нам понадобятся прозрачные маленькие резинки. Их можно купить где угодно. Какой-нибудь подружке, например. В Ашане наверняка может тоже есть. Но я не помню, откуда мои. Это что ж такое? Надо Burger King заказать. Может быть, если Надя освободится, то сегодня она со мной сгоняет. Поможет мне снять рекламу. Мне просто нужен конкретный магазин, которого рядом с моим домом прям нет. Ну вот. Это звук снятия денег. Мне надо выбрать волосы и сзади тоже, чтобы у меня хвостик... Короче, суть этой прически... Кто мне там, блять, пишет? Суть этой прически в том, чтобы просто... Еще шубы у кого-то. Ну-ка заткнись. Все спокойно, все хорошо. Суть этой прически заключается в том, что мы делаем два хвостика маленьких. Вот здесь. Это знаете, как будто бы сейчас я собираюсь плести себе колосок, да, или как-то косичка на пальце. Как будто бы я собираюсь сделать это, но на самом деле я просто сделаю себе два хвостика. Мне очень нравится эта прическа. Я чувствую себя с этой прической очень милой девочкой, кокеткой такой. Единственная проблема с этими резинками, что они любят цеплять волосы, но нужно завязать потуже. Короче, это выглядит просто прикольно. Я люблю такое. И я очень рада, что я начала делать такую прическу на своей голове. Ну, когда-то я это тоже делала, просто... Просто не так часто. А тут что-то я прям увидела. Вообще в Инстаграме я увидела, с этого все началось. Девочка делала прическу, но у нее там другой стиль был. Она еще с этого хвостик. У нее еще такая соплюшка висела. То есть можно оставить волосы. Я так тоже делала, но мне с этими соплюшками неудобно. Типа можно вот так вот оставить и тоже сделать с двух сторон. Но мне неудобно с этими штуками. Я вообще люблю, когда открыто лицо, когда видно то, что моя кожа стала лучше. Ну, короче. Вот это получилось. Сейчас мы сделаем еще с другой стороны. И я тут вижу, так интересно. У меня волосы на концах более светлые. И тут прям даже видно разницу в цвете, в оттенке. Ну, вы, наверное, можете не увидеть. Не знаю, насколько камера передает. Но мои, короче, более темные. А это немножко такие как будто выгоревшие, осветленные. Ну, понятно, у меня же были до этого светлые остатки роскоши. Остатки светлых волос. В общем, самое сложное, это взять столько же волос, сколько у нас было там. Ну, не то, чтобы самое сложное, но просто в идеале, чтобы было плюс-минус очень похоже. И не жалейте брать волосиков. Ну, сильно много тоже не надо. Но просто это я к чему. Что чем больше вы сзади волосиков тоже возьмете, тем лучше у вас будет хвостик смотреть именно назад. Но нужно вот здесь следить, чтобы по волосам одинаково было. Хорошо. Так. Спасибо. Так что сейчас завяжем и посмотрим, что у нас получится. Конечно, может быть, не получится одинаковый звук здоровья. Но мы ведь только учимся. Вот вы видите, это что такое у меня тут? Ну, сейчас, наверное, придется перезавязывать. Уже какая-то херня там накрутилась, завертелась. Так, у меня вылезли волосы, сейчас мы постараемся их, конечно. Вот я просто так ненавижу, так неудобно это завязывать. Должно получиться красиво, идеально и без всяких лишних волос. Но в целом выглядит одинаково. Просто вот здесь у меня волосы вывезли. Ну, а в целом прическа, которая мне нравится в последнее время, выглядит именно вот так. И можно, если не умеете делать волоски, я так делала на карантине, вот отсюда начать плести типа косичку, и получится так, что как будто бы у вас как раз, когда отсюда начинают, ну, типа такого получится. Но я не буду, я не хочу косички, я хочу вот так. Так, я думаю, что даже очень красиво будет накрутить волосы и тоже такое сделать. Но я пока не хочу, это уже после стирки головы в следующий раз. Ну ладно, нормально, не буду переделывать. Так что вот такой приколдесный причесон у нас получился. Так, вчера я была у врача, и мы говорили про мой живот. Помните, я ходила к гастроэнтерологу, у меня там всякого нарассказали, что у меня какая-то свободная жидкость в животе. Это так. Она никуда не делась. Суть в том, что если у меня пустой желудок, и я голодная, и я могу надуть живот, и будет такое урчание лютое, я не знаю. Меня ничего не беспокоит в том плане, что ничего не болит, но вот этот вот момент все равно, он меня напрягает. Ну, короче, я была у врача, и он мне сказал, чтобы я попила всяких пробиотиков. Ну, короче, я не буду долго вникать во всякие там смыслы, но суть в том, что мне нужно попить каких-то пробиотиков, чтобы в мой живот или куда-то там, ну, он лучше знает, у него спросите, чтобы добавить туда каких-то полезных бактерий, потому что все должно быть в равенстве, скажем так. И какие-то суперполезные бактерии, и, может быть, какие-то не суперполезные бактерии, ну, которые есть у всех. В общем, все должно быть, ну, должно быть равновесие. А у меня, видимо, нет этого равновесия, и из-за этого могут возникать какие-то неприятности. В целом, меня ничего не беспокоит в плане моего здоровья... Так, ребят, я сейчас уже буду выходить из дома, поеду за Надей, и мы с ней поедем по всяким важным делам. Пока я не вышла, не поехала по своим делам, хочу посоветовать вам очень классные наушники. Это наушники One More Color Buds True Wireless. Еле выговорила, но они очень классные, потому что они, я вам сейчас покажу, обалдеть, очень красивые. Хоть я не техно-блогер и не знаю правильные названия разных функций и так далее, но своим языком скажу, кайф этих наушников в том, что их можно подключить и на Android, и на iOS. Понятное дело, подключаются по Bluetooth. Они очень легкие, компактные, и вес одного наушника составляет 4,1 грамм. Эти наушники доступны в четырех цветах. Золотом, зеленым, розовым и черным. Они очень стильно выглядят, их приятно держать в руках, и благодаря удобной форме они надежно сидят в ушах, не доставляя дискомфорта. А еще, мои хорошие, два двойных микрофона с технологией шумоподавления. И никто не услышит посторонние звуки с вашей стороны во время разговора. Эти наушники могут работать до 6 часов без подзарядки, и также они оснащены технологией быстрой зарядки. Ну и понятное дело, с ними нет никаких проблем, и они автоматически подключаются к вашему телефону, как только вы их достаете. Ну, после того, как вы достали их из кейса. Так что, девочки, мальчики, мои хорошие, присмотрите, очень классные наушники, и очень классно зайдут на какой-нибудь праздник, например, на 8 марта ближайшее у нас. Так что наушники это тема, но больше всего мне, конечно, нравится эта необычная форма, и то, что они такие красивые, такие стильные. Так что, кого заинтересовало, ссылку оставлю в описании к этому видео. Обязательно зайдите, посмотрите, и посмотрите, какие еще бывают цвета. Я просто в шоке с того, насколько быстрый курьер придется мне Бургер Кинг. Это даже не по моему плану было, потому что мне за полчаса нужно выпивать пребиотик. Кошмар. Все, норм, я буду пить через полчаса, через час после еды свой пребиотик. Пребиотик. Слово угар. Вчера мы со Славой снимали реакцию на 4 свадьбы, нам безумно нравится снимать на эту реакцию, особенно мне, я вообще-то ощущусь, чуть не упала. Короче, и мы это все очень резко так решили, что надо скорее-скорее-скорее снимать, потому что было уже поздно, мы заказали еду, на кухне ничего не убрали, вот даже стол сейчас протираю, остатки лаваша сухого, что мы кушали. Вообще, отличный был вчера день, хороший. Есть один чувак, который должен мне денег, и на протяжении двух недель он вешает мне лапшу на уши. Почему я это рассказываю? Потому что я хочу, чтобы вы знали, насколько я желаю себе ждать свои деньги. Короче, сложная история, подробности рассказывать не буду, но есть один чувак, который должен мне много денег. Каждый день я ему пишу, привет, где мои деньги? Я жду, я не ругаюсь, ничего такого, я просто пишу, типа, чего ты меня так подставляешь? Я тебе сказала, ну, как бы, что все, ну, как бы, обратно можно вернуть мои деньги? Я говорю, чего ты меня подставляешь? Я хоть раз с тобой так поступала, чтобы как-то что-то где-то, это не какой-то мой близкий друг, просто так вышло, что у человека оказались мои деньги. Я держу себя в руках, я стараюсь об этом не сильно думать, хотя первую неделю я не могла уснуть спокойно, вообще спать спокойно. И не могла перестать об этом думать, не могла перестать об этом думать, потому что у кого-то мои деньги и очень большая сумма. Если кто-то когда-то должен был вам вернуть ваши деньги, не знаю, я понимаю, что для всех сумма разная, большая, маленькая, ну, вот, я могу так сказать, средне-большая. Такая, что, ну, как сказать, такая, что вот, наверное, можно клип снять, например, ну, это типа, знаете, и я каждый день сижу и думаю о том, что он может мне их не вернуть. Но я просто знаю, что для этого человека вот эта вот сумма не стоит того, чтобы там портить со мной отношения. Так вышло, что мои деньги оказались у него ни за рекламу, ни за что, просто они оказались у него. Я не буду рассказывать, как и почему. Боргер Кинг. Вот. Картошка в рис и рисов. Кто-то напишет, вот откуда у тебя прыщи. Эй, боже, вы что, такие тупые? Вы что, совсем тупые? Вы до сих пор не понимаете, что прыщи не всегда от еды? Мне вас жалко. Ладно, это пишут люди, мне кажется, у которых нет прыщей, и они не знают, наверное, от еды или экологии. Я вам покажу, сколько я оставлю. Этот чувак каждый день вешает мне лапшу на уши. Типа, вот-вот, сейчас в течение часа я тебе скину ничего, я пишу, ну чё. Потом, вот-вот, всё к ночи сейчас будет, сейчас я на этой встрече, сейчас я там. Сейчас я тут, сейчас, короче, скинь свой адрес, я тебе сейчас наличному подвезу. Каждый день я ему пишу, дай адрес, где ты будешь в это время. Мне пофер, я приеду, хоть, блядь, в Подмосковье, я за своими деньгами поеду куда угодно. Вчера я должна была к нему приехать, забрать свои деньги. И я поехала после врача. А я ему написала вчера, чтобы он в 3.30-4 ждал меня, я приеду. Чтобы он не строил планы, он и сам сказал, что у него нет планов, что он будет дома ждать меня. И я ему пишу вчера, то, что я через 15 минут буду у тебя. Это было в 3 часа. То есть, грубо говоря, я бы 15 минут ещё подождала, и получилось бы, типа, 15.30, как раз, время, на которое мы договаривались. Я бы спокойно подождала в машине 15 минут, если бы я приехала на 15 минут раньше, чем говорила. Я ему пишу то, что я еду. На что он мне пишет, то, что я заранее должна была ему написать. Он не дома, он очень далеко. Я говорю, то, что я тебе вчера сказала, во сколько я приеду. Ты должен был ждать меня в это время. Короче, говорит такой, типа, куда подъехать к 6? Я говорю, не надо никуда подъезжать, дай мне свой новый адрес, я сейчас сюда приеду, отдашь мне мои деньги. Это такой пи***ц, ребят, это просто пи***ц. Он говорит, не, у меня их нету. Сука, блядь. У меня их нету, они у меня дома. Окей. Я говорю, то, что я жду тебя в 6 тогда, ну, у себя. Как вы думаете, он приехал? Хуй. Я думаю, что просто, ну, гнилой человек. И если он не вернет мне мои деньги, а я жду их уже 2 недели, то я расскажу везде, что это за человек. Многие знают этого человека. Вот и все. Это не та сумма, знаете, чтобы прям скандалить, портить репутацию. Репутацию себе, возможно, даже. Не знаю. Это не та сумма. Но это просто дело принципа. Просто дело принципа. Я, конечно, знаю, что если он мне не вернет деньги, то его пипец как нагнет жизнь. Я это знаю. О, мне что-то записывают. Неужели? Что он мне сейчас скажет? Я уже жду каждый раз новая лапша. Новая. Короче, я это вообще вам зачем рассказала? Для того, чтобы передать вам этой истории состояние, в котором я нахожусь последние 2 недели. Каждый день, когда я засыпаю, я думаю о том, что мои деньги у какого-то чувака, который мне их не отдает. Что еще я могла бы сделать на эти деньги? Купить себе очень дорогую сумку. Я бы взяла себе еще одну сумку Dior. А еще я бы взяла себе кроссовки от Gucci за 70 тысяч. Еще бы, может, хватило даже на какую-то безделушку хорошую. Я не знаю, увижу ли я свои деньги, но каждый день я говорю себе о том, что сегодня будет хороший день. Сегодня точно будет хороший день. И я это вам говорю везде. И в Телеграм, и на Ютубе, во влогах тоже. Сегодня, блин, будет хороший день. Я это чувствую. Знаете, почему я это говорю каждый день? Потому что я каждый день, клянусь, ей-богу, надеюсь, что мне вернут мои бабки. Но это уже не возвращается ко мне, не знаю, с 16 февраля. С 16 февраля. То есть, ну как бы, ну да, 2 недели ровно. Не могу. В общем, давайте поговорим про мою кожу. Мне надо поставить таймер. Через час выпить пребиотик. Это очень смешное слово. Я ржусь с него. Пребиотик. Я не знаю, что это. Это неделя влогов или просто влог. Не знаю. Узнаю об этом, когда буду монтировать или что-то такое. Что хотелось бы вам рассказать, пока фокус возвращается в эту жизнь, в этот мир. Во-первых, у меня порвалась резинка. Звучит интересно. Нет, я не залетела. Я не беременна. Резинка на голове. Вот с этой стороны просто порвалась. Причем я так сильно испугалась, потому что мне показалось, у меня еще было открыто окно, что кто-то меня по голове потрогал. Ну, типа, знаете, такое странное ощущение было. Порвалась. Другой у меня нет. Поэтому пока я с одной, но потом придется ее снять. Короче, я заехала за Надюхой. А тебя можно показывать? У меня все просят тебя показать твои губехи. А я сейчас съеду. Надя сделала себе губы. Видите, какая соска. Ой, они же и до этого были такие же. Ну, в целом, да. Короче, здоровые. В общем, когда я увидела Надяные губы, я подумала, я тоже хочу такие здоровые губехи. Кстати, когда ты меня увидела, ты такая, о, пи***ц, я тоже хочу. А у меня так всегда. Я, к сожалению, не успела снять этот момент, потому что я была просто в лютом шоке. И сама не могла понять, что происходит. Короче, еду я такая за Надей. Нормальная погода, вообще не дождя, не снега. Ну, все, вот чисто весна. Потом мы уже подъезжаем к Макдональдсу, и резко начинается град. Просто град. В итоге, я не знаю, за секунду по щелчку замело просто все снегом. Сейчас покажу. Не знаю, видно вам или нет, но, конечно, вам видно. Сейчас уже града нет, то есть сейчас просто снег прям хорошенький такой падает. Так, ну-ка. Блин, мне кажется, сегодня те, кто был на улице... Офигели. Нет, они все сняли сторис. Это, знаешь, когда закат какой-нибудь у всех. Да-да-да-да, одинаковые истории. Ну, короче, это просто была жесть. Прям градинки залетали в окно. И они были такими прям маленькими шариками классными. Это офигенно. Я испугалась, потому что я пугливая. Но испугалась я в том плане, что я такого вообще не помню. Давно такого не было. Просто реально это было страшно. Это было необычно, потому что за секунду просто такая лютая метель. Град. Эти шарики. И просто все за секунду стало снова зимой. Сука. Чуть-чуть. Вот не надо было. Вот зачем опять? Короче, ладно, мы будем кушать Макдональдс. И сейчас мы едем в магазин, чтобы снять какой-то видос. Я уже дома. Давно. Ой, блин. Ладно. Пять секунд не считается. Ха-ха. Даже меньше. Я говорила вам, что пью пребиотики. Выпила пребиотик полчаса назад. У меня был четкий план. Я сделала гречку, но я не знаю, насколько хорошая она получилась, потому что я не делала ее очень давно, так как постоянно делаю рис. Я выпила пребиотик полчаса назад. Его нужно пить за полчаса до еды. Или через час после еды. Но после того, как я выпила пребиотик, через час я могу выпить вина. Поэтому. Сейчас я быстро режу салат. Съедаю немножко салата. Типа поела. И начинаю жарить курицу. Как раз пройдет еще полчаса. И я смогу выпить вина. Да, я сама придумала. По поводу денег. Сейчас 22.53. Как вы думаете, кто-то приехал, привез мне мои деньги? Сначала сказал, что в 6 приедет. Потом сказал, типа, в 9 расходимся. Ну, у него же там свои дела, я понимаю. Мои-то дела, это херня какая-то. Его дела важнее. Что было дальше? Я говорю, ну че, ну как, ну когда, ну че. Все, все, сейчас. Сейчас, говорит, я тебе какую-то часть переведу. И как раз выезжаю. Я говорю, окей. Давай. Я жду. Ну и вот. Проходит 10 минут. Ну, кто хоть раз сделал перевод на карту, то вы знаете, что это сделать? Ну, минута. А если по номеру телефона, то полминуты. Если ничего вводить уже еще не надо. Проходит 10 минут. Я говорю, ну че, когда, кого? О, сейчас, с другой карты переведу. Сейчас, сейчас. Я не могу с этих людищек. 22.49, то есть 6 минут прошло. Так, я не ведьма, но ему вернется это. То, как он помотал мои нервы и до сих пор мне ничего не вернул, помотал прошедшим, он до сих пор мотает мои нервы. Все возвращается в этой жизни. Я не ведьма. Никакие куклы вуду делать не умею, не планирую и не было даже в мыслях. Ну, мои хорошие, будьте моими, скажем так, подмастерьями. Красивыми моими подмастерьями. Давайте подумаем, хоть вы и не знаете этого человека, не знаете, про кого думать, но вот вы знаете эту историю и давайте подумаем о том, что ему все вернется. И ему все вернется. Это звучит как какое-то заклинание уже. Ну, нет, правда, я никому зла не желаю, да? Реально не желаю. Даже тем, кто не возвращает мои бабки. Но я просто желаю справедливости. Я уверена на 100%, что он не приедет. Вот. То есть, как бы я даже не думаю о том, что... Я просто знаю, что человек каждый день мне врет и никуда он не приедет. Потому что если бы для него этот момент был, ну, как, знаете, вопрос чести, достоинства, он бы уже давно как бы все это сделал. Ну, вот прям в первый же день, я считаю. Да, Вильена, я с тобой полностью согласна. Так поступают лишь конченные люди. Гнилые. Я такой человек, мне никогда чужого не надо. Я никогда не возьму чужого. Ну, то есть, у меня есть все-таки понимание, не знаю, воспитание. То есть, чтобы я что-то подобное вытверила, чтобы я взяла у кого-то деньги. В смысле даже суть в том, что я ему в долг, типа, не давала. Просто я не буду рассказывать подробности, но мои деньги оказались у него, у этого человечка. Конечно, я считаю себя дурой тоже, что такая ситуация произошла. Я в этой ситуации тоже виновата. Виновата в том, что мои деньги оказались у него. Но я понимаю, что это жизненный опыт. И то, что произошло в моей жизни, этого не повторится, потому что я уже столько нервов натрепала с этой историей, что как бы больше я такого не хочу. И буду в 100 миллионов раз думать, доверять все. И, конечно же, не... Ну, я не знаю. Это не то, что я теперь всем людям не доверяю, но эта ситуация очень показательная. И как минимум, ну, этому человеку я точно не доверяю. Работать с ним никогда не стала бы. И, к сожалению, такое бывает. Никто не застрахован. Я даже у мироздания просила. Сейчас я тебе дам, Евгена. Говорю у мирозданию. Все, я поняла. Я усвоила урок. Я дура. Мироздание. Ты меня научила. Я поняла. Все. Можно возвращать мои деньги обратно? Ничего страшного, мои хорошие. Ничего. Ливиена очень любит огурцы. Поэтому сейчас она здесь стоит и шепчет маме на ушко. Дай, огурец. Дай, огурец. Даже не знаю, что вам рассказать из хорошего. Пока нечего. Нечего. На самом деле таких историй очень много. Когда люди вот так вот на деньги кидают. Даже не то, что кидают. Меня, я не знаю, как это назвать. Это не то, что я там, не знаю, что-то заплатила, и мне не пришел, не знаю, не пришла какая-то посылка. Или там я сделала рекламу, мне не заплатили. Типа это не эта история. Эта история очень тупая. И эта история учит жизни. Иногда я думаю, блин, да, грустно, но было бы хуже, если бы сумма была еще больше. Ну тогда было бы еще обиднее. Хотя мне так очень обидно. В любом случае у меня сегодня был хороший день. У меня каждый день хороший. Я считаю, каждый день, когда вы проснулись, встали с кровати, это хороший день. А если вам еще и деньги вернули... Так, мои хорошие, сейчас без девяти минут час ночи. Как вы думаете, кто-нибудь приехал, ко мне привез мои деньги? Нет. Нет. У меня каждый день... Выбор. Каждый день. Две чаши. Не ругаться с человеком и как бы по-хорошему говорить, я жду. Давай-давай, я приеду, я жду. Я все понимаю, что у тебя свои дела. Дай адрес, я приеду, заберу свои деньги. Нет проблем. Вообще нет проблем. Вторая чаша. Написать ему все, что я о нем думаю. Написать, что у меня уже нет терпения. А у меня нет терпения, оно у меня кончилось еще неделю назад. Я просто держу себя в руках. Я устала ждать. Я устала, что мне просто вешают лапшу на уши. Я не знаю, за кого этот человек меня держит. Если быть хорошей, это возможно получить свои деньги обратно, без скандалов, интриг, расследований. Но когда я их получу, не знаю, это еще много недель, наверняка нервотрепки. Или быть плохой и, скорее всего, не получить свои деньги обратно, этот человек явно считает, что я дура. Мои хорошие, я не знаю, что будет дальше, но как только что-то сдвинется с места, я вам дам знать. Либо вы узнаете от меня, что мне вернули мои деньги, либо вы увидите какие-то лютые скандалы, экстренные включения. И я не знаю, что там о себе этот человек возомнил, но я зла. Всем любви. Все. На этом все. Всем пока.